Пьяные водители 120 пьяных водителей в городе было задержано. В городе и в ближайших районах прилегающих. То есть массовое пьянство за рулем процветает. Вы знаете, представители Генеральной прокуратуры, проект нового уголовного кодекса доводили до населения. Там предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Значительные штрафы. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, в первую очередь к водителям. Значит, не надо в нетрезвом состоянии садиться за руль. Почему? Потому что в первую очередь вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь окружающих, жизнь и здоровье окружающих. С начала текущего года сотрудниками правоохранительных органов уже было задержано более 100 водителей, находившихся за рулем автомобилей в нетрезвом состоянии. На сегодняшний день, по словам сотрудников ГАИ, касательно данной темы уже разработан законопроект с поправкой на уголовный кодекс. Если ранее при совершении дорожного правоохранительного происшествия в результате чего один из участников погибал, то за примирением сторон водитель мог отделаться только административным взысканием. То на сегодняшний момент для подобного водителя даже за примирением сторон, если у него будет договоренность, в любом случае будет заведено уголовное дело, и человек будет осужден, в результате чего будет у него лишение свободы. В Западно-Казахстанской области все чаще происходят дорожно-транспортные происшествия, в результате которых по вине пьяных водителей погибают люди. В связи с этим снова напоминаем. Сотрудники правоохранительных органов убедительно просят граждан не садиться за руль автомобилей в нетрезвом состоянии. В случае несоблюдения данного требования предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Кстати, в европейских странах уже довольно-таки давно действуют жесткие веры наказания. К примеру, в Польше нетрезвых водителей лишают прав на 15 лет и приписывают им штраф размером в 24 тысячи евро.